А в чем тогда Назаров профессионал? Он же ведь и музыкант, и композитор, и как он? И режиссер, он педагог. Понимаете, если бы я был педагогом в театральном вузе, я бы не побоялся поставить спектакль. Потому что суть моего подхода к ученику, это то же самое, что в театре делает режиссер с актерами. Вот, например, я работал, и это было для меня счастье, и масса открытий, Ширвиндом. Он не кончал специально режиссерское, но много лет проработав актером и рядом с Плучиком, он стал режиссером куда более профессиональным человек, может быть, закончивший гитис с красным дипломом. Он знает изнутри эту профессию, а не снаружи. Я знаю профессию театрального режиссера снаружи. Да, я могу что-то там придумать в декорациях, что-то поможет режиссеру выразить. Я стараюсь угадать, развить то, что хочет режиссер. И это тоже очень интересно. А ваши впечатления от этих молодых артистов, которые участвуют в спектакле? Вот, например, «Принц». Это для меня просто потрясение. Я открою маленькую тайну. Когда была прогонная репетиция, все устали, это уже было под утро. И я впервые увидел. Она красивая девочка, тут нет вопросов. Она может быть мальчишкой сыграть, это тоже чувствуется. И прекрасный голос красивый. Но то, что она делала, я был в панике. И вдруг спектакль. Я вижу великолепная, профессиональная актерская работа. Как это сделал Назарова, я не знаю. И это какой-то тайный секрет. Может, потому что она ученица. Может быть, много разговоров и переживаний было по этому поводу. Потом тут, в этом театре, вот два актера театральных взяли и снялись в кино. Детекторы рожи. Но они рядом с суперактерами снимались. Они не уступили. Ничем. Вот это я, вот это профессионализм. И поэтому, да, у него был дебют в кино. Мы друзья. Он настолько, как вам сказать, точно знал, что он хочет снять, что я вот клянусь, он ни разу не обратился ко мне за помощью. Я мог бы за него и смонтировать, и что-то срежиссировать наверняка, помочь. Все сделал сам. И сразу получил приз. Тут вы можете спросить, ну как же так? Вот вы не беретесь за театральную постановку? Наоборот, можно. Кино – это очень странное искусство. Это не великое искусство. Великое искусство должно рука художника быть. В кино между художником и его произведением стоит огромное количество людей, пройдя через которые, это кино в конце, оно уходит очень. Вы знаете, оно может быть лучше или хуже, но оно никогда не бывает таким, как ты его задумал. Не может быть. В этом трагизм этой профессии. И профессиональный, талантливый, театральный режиссер может снять кино. Кино при точном понимании, что, если очень человек хочет и знает, что он хочет сказать, может снять любой очень талантливый человек. Это такое искусство. Если есть что сказать, кино дает возможность это сделать сразу и немедленно, как выход на эстраду. Поэтому в кино тоже толпой люди смотрят, толпой балдеют, толпой плачут, понимаете? А кино может быть, а театр может быть для 20 человек. Вот у нас в том зале, там сколько там, 150 мест, где мы играли премьеру. И я не знаю, где лучше, там или тут. Потому что там вот рядом, вот это вот трепетное сопереживание с живым актером, который вот здесь и наврать ничего не может. Это не кино. Это очень серьезно. Спасибо. Спасибо.